Вот если ваш ребенок болеет более четырех раз в году, я уж не говорю про то, что если он вообще болеет каждый месяц, то это не очень хорошо. Причем неважно, это младенец, который недавно родился, или это подросток, которому 15-16 лет. Однозначно с подростками легче работать, но если они вообще могут вас услышать и услышать то, о чем говорят взрослые. Но, по крайней мере, их легче вывести из простудного заболевания, а с младенцами немножко посложнее, потому что вы не всегда можете у младенца узнать, что конкретно его беспокоит. И много современных методов, которые практически при каждом простудном заболевании дают антибиотики, которые могут испортить флору желудочно-кишечного тракта, и у ребенка появляются другие болезни. У меня часто на приемах приносят очень маленьких детей, 5 месяцев, 8 месяцев, когда после простудных заболеваний педиатр прописал антибиотики, и ребенок покрылся кожей с высыпаниями. Соответственно, одна болезнь может порождать другую. Поэтому очень важно, когда мы говорим о здоровье детей, давать им какие-то более-менее натуральные средства для того, чтобы ребенок постоянно не болел, и, соответственно, взрослый, который рядом с ним не находился в постоянном домашнем заточении. Этот месяц, август, я решил вообще посвятить детскому здоровью, рассказать не только о простудных заболеваниях, а также рассказать о желудочно-кишечном тракте, потому что они все-таки полностью взаимосвязаны между собой, эти проблемы. Ну и, конечно же, рассказать немножко о психике детей, о нервной системе детей, потому что не каждый ребенок учится и любит это делать, некоторым это не нравится, и как, в принципе, соответственно, нервная система связана с памятью концентрации, это тоже я расскажу. То есть я создал такую целую программу на месяц, кому-то интересно, только, может быть, отдельные части, также вы можете присоединяться. Но сегодня поговорим все-таки больше о простуде. Итак, простудные заболевания, как это ни странно, они могут появляться не только зимой, как вы уже понимаете, они могут появляться и летом, ребенка может где-то продуть просто под кондиционером, я не говорю уже даже о младенцах, которых очень легко простудить. Если правильно не одевать ребенка, не перенадить и так далее. Очень часто, когда я отводил своих детей в школу или в детский сад, воспитатели и преподаватели у меня спрашивают, а почему ваш ребенок, типа, ходит в школу или в садик, а другие вот болеют, лежат. То есть эпидемия за эпидемией, а дети ходят. И я понимаю, что я даю несколько аюридических средств сезонно обычно, и у детей поэтому лучше иммунитет, чем обычно. И, конечно же, для всех вас, кто хочет такое здоровье, я приглашаю на программу по детскому здоровью. Сегодня я расскажу, как можно предупредить простудные заболевания, чтобы не заниматься этим с утра до вечера и, соответственно, все время ребенка от рождения до его 16 лет. На самом деле есть очень много простых вещей, и, конечно же, то, что самое популярное в аюрведе – это имбирный чай. Я бы не советовал детям давать имбирный чай. Мало того, что многие дети, они не любят острый вкус, не любят горький вкус, и поэтому, когда вы даете имбирный чай, допустим, ребенку, 5 лет или 8 лет, многие дети могут не понять и совершенно не одобрить увлечение родителей. Поэтому есть очень много других средств травяных сборов, тех же фитосборов, которые можно применять, давать детям, и это будет вкусно. Конечно же, такие вещи, как малиновое варенье, облепиховое варенье, для тех, кто любит, это всегда хорошо, потому что облепиха, она обволакивает горло и дыхательные пути. Малиновое варенье, оно вызывает потоотделение, то есть тело согревается, если вы даете с каким-то теплым чаем, даже теплой водой, это уже полезно. Я не буду рассказывать о пользе меда, помимо того, что его можно жевать сотой, мед с медом, конечно, можно пить чай, тот же имбирный. Кстати, когда вы даете такой сбор, как мед, лимон, гвоздика и кардамон с имбирем, это, конечно, получается такой напиток. Он немножко ядреный, поэтому если какие-то подростки его могут пить, то это нормально, но все-таки младенцу вы, конечно же, никогда не дадите такой чай, если у вас существует здравый смысл, и вы не будете его закапывать. Я видел, что некоторые родители закапывают имбирный чай в нос ребенку для того, чтобы прочистить носоглотку. В принципе, да, этот рецепт, но я бы своим детям никогда бы это не стал делать, потому что это все-таки немножко жестко, особенно если имбирный чай острый. Да, вы можете задавать вопросы, мне здесь пишут, можете задавать вопросы только по теме, потому что я вчера накануне как раз делал опросы в Инстаграме, и мне в основном задавали вопросы не по теме простудных заболеваний, а просто вообще о детском здоровье. Итак, когда нужно начинать заниматься здоровьем ребенка? Ну, в первую очередь, конечно же, летом, когда ребенок здоров, то есть нужно найти именно тот промежуток времени, когда ребенок более-менее здоров. Если он у вас болел, начиная с зимы и всю весну, то лучше поехать на море, там, где тепло, теплый песок, теплая вода, это очень важно, то есть 24, 25 или 26 градусов, да, теплая, и поменьше кондиционера, там, где ребенок не заболеет. Вы создаете идеальные условия, и получается ремиссия от всех болезней. И в это время, после того, как он стал более-менее здоров в данный момент, очень хорошо начать с закаливания. Закаливание – это то, что может укрепить здоровье ребенка, причем если ваши дети видят не только, как вы закаливаетесь, а как, ну, то есть не только, что они закаливаются, а они видят, что вы закаливаетесь тоже, то есть вместе с вами. И, соответственно, тем самым вы можете поднять иммунитет ребенка, привести его в очень хорошее состояние, причем закаливание не всегда подразумевается именно обливание какой-то холодной водой. Вы можете начать с контрастного душа, и постепенно контрастный душ, он будет влиять на укрепление иммунитета ребенка. То есть разница между температурами, теплая, прохладная, и так их можно раздвигать, можно сказать, между собой. Это то, что в виде рекомендуется, мало того, что если есть дети с проблемами в виде сосудистой системы, это будет укреплять эту систему. Такое закаливание можно проделывать несколько месяцев, как раз, когда уже будет такая глубокая осень, ребенок, у ребенка будет хороший иммунитет. Я не говорю, что он станет ребенком, который никогда не будет болеть. Нет, это то, что повышает иммунитет, соответственно, вирусы не затронут его в первую очередь. И, кстати, дыхательные упражнения, они очень эффективно влияют при различных аллергиях. Очень часто родители путают простудное заболевание, когда течет из носа, по носоглотке течет, с аллергическими проблемами. И не думайте, что аллергия бывает только летом, допустим, на поленос, на цветение. Аллергия бывает только на животных. Нет, аллергия бывает и на холод. Есть холодовая аллергия. Раньше многие в это не верили, но на самом деле холодовая аллергия бывает. И поэтому ребенок может просто иметь аллергию на холод или же на что-то другое. И он как бы постоянно находится в простуде, ну, по симптоматике. Но на самом деле он не болеет простудой. И если делать дыхательные упражнения, сами по себе дыхательные упражнения, они очень эффективно влияют на тех детей, у которых проблемы с бронхией, у которых часто и бронхиты, на астматиков, потому что это уменьшает количество астматических признаков. И, соответственно, делает здоровье ребенка лучше. Младенцу мы, конечно же, не научим его дышать правильно. Но то, что касается младенца, здесь есть уникальная возможность, особенно если вы его еще кормите грудью. Или если вы сейчас беременны, слушайте, скоро у вас появится младенец. Так вот, аюрведа рекомендует кормить до года. И в аюрведе говорится, что какими-либо болезнями ребенок, если он болеет, то всегда, если эти препараты принимает мать ребенка, которая кормит его грудью, они эффективно будут также через молоко передаваться ребенку. Поэтому всегда, когда у ребенка простудное заболевание, я помню, мама моих детей, она всегда, соответственно, принимала аюрведические препараты, которые влияли на здоровье ребенка. Поэтому в младенческом возрасте дети практически не болели. Ну, или, по крайней мере, если они простывали, то их простуды проходили за очень короткое время. Если взять обычного ребенка этого же возраста, то одна простуда может переходить в другую. И у детей очень часто, особенно если слабое горло, опускается болезнь из носоглотки вниз, переходит на легкие, и, соответственно, различные инфекции там возникают. И если вы кормите грудью, или же ребенок уже на прикорме, и он с удовольствием ест различные травки, препараты, то есть такой препарат 5 стихий. Это аюрведическое средство у нас в России зарегистрировано, которое помогает повышать иммунитет верхних дыхательных путей. И это лекарство, как сказать, не может негативно влиять на слизистую, потому что она не убивает слизистую желудочно-кишечного тракта. И помните, что профилактика всегда легче, чем лечение. Поэтому всегда, когда возникают сезонные простуды, очень хорошо до этого, за какое-то время до этого, начать укреплять иммунитет ребенка.